Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин отметил, что следователи уделяют особое внимание преступлениям, совершенным как в отношении детей, так и самими подростками. Так, в 2019 году в суд было направлено более 8,5 тысяч таких уголовных дел. Эта цифра на 24% ниже показателя 2015 года. Именно поэтому Следственный комитет проводит большую работу по профориентации нашей молодежи. Я хотел вам доложить, что у нас успешно функционирует Диакадемия Следственного комитета в Москве и в Петербурге. Московская академия в прошлом году сделала первый очень удачный, с моей точки зрения, выпуск. Глава ведомства также отметил, что многие предложения ИСК России уже реализованы, в их числе усиление уголовно-правовых мер по защите детей от преступников, ужесточение наказаний за убийство и причинение вреда здоровью. Участники заседания привели данные исследований, согласно которым предпосылками к совершению преступлений становятся такие факторы, как травля со стороны сверстников, семейные психологические проблемы и многие другие. В свою очередь Александр Бастрыкин напомнил о положительном опыте работы бывших военнослужащих с учащимися образовательных учреждений ИСК России. Можно подумать, сделать какие-то льготы для мужчин или на базе повышения квалификации второе высшее образование для этих ветеранов, бесплатное какое-то, краткосрочное, два года, но получая диплом организатора внешкольной работы, берете офицеров 40-летних, они же рано выходят на пенсию, да, даете какой-то приличный оклад вместе с МВД, с Минобороны и так дальше, организуете какой-то процесс перекачки военных кадров. Подводя итоги заседания, Александр Бастрыкин поручил подразделениям центрального аппарата взять на контроль прозвучавшие предложения для их дальнейшей реализации. Продолжение следует...